Иисус Христос себя сравнивает с хлебом, называет себя хлебом жизни. И сравнивает, сравнение, кстати, его очень красивое, с маной, которая падала, сверхъестественно падала, которая кормила людей сверхъестественно. Этот хлебушек, из чего готовили лепешки, он по вкусу был. Манна, какая была манна на вкус? Помните из Библии, из числа? Хлебная. Да, хлеб, как будто лепешка с медом. А в другом месте сравнивается с чем еще? Лепешка с елеем. Там манна на вкус, там два сравнения. Одни сравнивали лепешка с медом, а другие лепешка с елеем. И интересно тоже, там в деревне Иисуса, в музее показывали, что раньше сахара не было на самом деле. Это уже более поздняя такая придумка. В то время единственное сладкое, евреи тоже были сладкоежками многие, единственное сладкое это был мед. И там показывают тоже, что с елеем лепешка, и потом лепешка с медом. Это тоже как десерт уже, тоже как уже на сладкое, в конце уже допустим, да, лепешка с медом. Вот. И манна, да, она вот сравнивается, лепешка с елеем и лепешка с медом. Вот. Интересно, она была сверхъестественна, манна эта, настолько, что вот когда она падала, то ее надо было собирать и тут же есть. То есть, храниться она не могла, ну, продукт такой скоропортящийся был, получается. Хватало только на один день только, и все. Вот, такой был срок хранения, да, этой манны. Единственное, раз в неделю было исключение, что в пятницу выпадала манна, и вот ради шаббата, ради субботы, то, значит, вот она вот еще и на субботу оставалась еще, и не гнила, и черни не заводились. Вот каждую субботу, да, вот это было. И, получается, в пятницу выпадала двойная норма, двойная порция с добавкой еще. Поэтому набивали, набирали норму и такую же норму еще на шаббат, на субботу. И на субботу все это хранилось. А все дни, недели остальные было, как обычно, набирали. Ну, а те, кто пытались хитрить, ну, всякие же люди, да, и тогда были, пытались где-то заначку сохранить, допустим, где-то там что-то потом под подушкой где-то пожевать, там, эту ману, допустим, а там черви заводились, вот, что она была непригодна. Все, она пропадала очень быстро, как лица. Вот, Иисус, говоря о мане, да, той, которая падала в те времена, ну, конечно, Он напоминал Вам, что да, вот отцы Ваш ели эту манну, но это был временный хлеб, а Он вечный хлеб. Но тоже образ такой, очень хороший, что есть надо Его, ну, понимаете ли, не то, чтобы однажды наелся, да, и, значит, и все. Иисуса есть каждый день. Иисуса есть, вот, и Он попадает, как бы, в жизни верующего, ну, не знаю, у всех по-разному, конечно, но чаще всего это утром происходит. В моей жизни, как верующего человека, я замечаю, что чаще всего утром. Наверное, еще почему я рассуждаю, потому что утром обычно мы более восприимчивы. Я лично, вот, утром больше восприимчив, вот, как-то в Духу Божьему, как-то, вот, воспринимать откровение какое-то, что-то, ну, не знаю, какое-то понимание новое, как вот, как бы, Эбрика или Рэма, но что-то приходит точно утром, вот. Какие-то идеи свежие такие приходят, прекрасные вообще, на молитве. Хотя, бывает, что если ночью, там, в день, то под утро, наоборот, только спать не хочешь. Но все равно откровения приходят, и утром обновляется милость Божья каждое утро. Я так рассуждаю не потому, что только лишь утром Бог обновляет нам милость, Он постоянно обновляет милость, просто утром мы больше восприимчивы к этому. И вот эта манна, которая падает, вот, на день, каждый день, каждое утро, как вот, хлеб небес, это откровение, это переживание какое-то, размышление какое-то о Христе, о крови Христа, и каждый раз по-новому. Вроде одно и то же, да, то есть, это же не что-то новое, да, оно, оно по-новому открывается. Поэтому, братья, сестры, по утрам рекомендую кушать эту манну, набирать ее утром, вот, и она на день этой манны хватает, потрясающе вообще, вот, это благословение. Да, что он хлеб живой, и что, имеющий этот хлеб, он сказал, как, имея его, да, Сына Божьего, имеет жизнь вечную. Слава Богу за все. Аминь. Аминь. Да, спасибо, Господи, за хлеб живой, сходящий с неба, сошедший с неба, исходящий с неба в нашу жизнь. Спасибо тебе за все. Аминь. Да, слава Богу. Так что, может быть, Акифа поделится словом, я помолюсь ей. Собираюсь во Львов, тоже прошу ваших молитв, в следующее воскресенье я не смогу быть здесь, я буду там, в городе Львове, вот, и, может, есть что поделиться тоже, кому что-то сказать, пророчество, какое слово, кто-то там, не знаю, оставление, обличение, там, что-то. А что, Акиф, скажешь мне пару слов? Просто давно уже ждал, сказал, да? Я, я не знаю, я поражаюсь, насколько. Насколько Бог велик наогранен, насколько просто величественный. И мы можем с одной стороны о Нем говорить, можем с другой стороны о Нем говорить, можем с третьей стороны о Нем говорить, можем еще с четвертой, и это будет все Он. Да. И у Него и день, как тысяча лет, потом и день, как сто лет у Него, и день, как день. И у Него может день не заканчиваться, просто который начался, и никогда не заканчивается. И это все Он. И мы понимаем, что вот так просто сказать, да невозможно. И вот так просто сказать тоже, вот так есть, невозможно, не так есть. Все равно есть измерения, где все по-другому. И он по-любому больше нашей коробочки. Он по-любому больше нашей теологии. Он по-любому больше нашего ума, нашего представления, нашего абсолютно всего, что может быть. И даже причастие во всем, сколько я тоже не размышляю, оно с абсолютно разных сторон открывается и это правильно. И каждый раз это правильно. И как теология говорит, да есть три варианта, что Христос даже насчет второго пришествия, что Он уже был, что Он будет и что Он уже есть. И все три варианты правильные. Абсолютно все три варианты правильные. И насчет то, что Бог допочил в наш седьмой день. И говорит, весьма хорошо, Он отошел, допочил от своих дел и больше ничем не занимается. И это правильно. И когда Иисус говорит, я делаю то, что вижу Отца творящим, в процессе, то есть Он чем-то все-таки занимается. И это тоже правильно. И когда Иисус говорит, что в последние дни пойдет народ на народ и царство на царство. Да, помните? А Иисая говорит, точно так же в последние дни, а не пойдет народ на народ и царство не пойдет на царство. И это правильно. Представляете? И это, и это правильно. Иисус, возлюби Отца и Мать Свою. Правда? Через три главы. Кто не возненавидит Отца и Мать Свою, не может быть моим учеником. Три главы. Понимаете? И тот же Иисус. И это правильно, и это правильно. Понимаете? И таких, таких, таких вещей очень много. И у Бог намного больше. И мы понимаем, да? Это Бог, который прячет тайное. Это Бог, который всеми этими вещами, парадоксами, хочет нам показать только одно. Нашими мозгами Его не понять. Он больше наших представлений вообще. Нашими действиями. Все, что мы можем своими действиями сделать, зайти в тупик. И вызвать к Нему. Чтобы Он пришел как Спаситель от этого тупика. Тот же Иисус, да? Пророки говорят, ничего хорошего с Галилеей, да? Да. Не будет. Или с Назарета? С Назарета. С Назарета ничего хорошего, а с Галилеей не будет пророка. Пророки так говорят. Мы читаем Библию. Исследуй Писание. Написано же четко. Это не Он. А Иисус, вот на зло Иисус, никому не доказывает, что Он родился в Ифлееме. Никому, не абсолютно Он об этом, да? Он не доказывает кто. Хотя мог бы Своей сторожей показать. Да, сто процентов. Нет, Он этим не занимается. Хотите, пожалуйста. Хотите своим умом меня понимать? Вот вам Писание для своего ума. Это не я. Мессия. Это не я, Мессия. Потому что Писание подтверждает. Он галилеянин, Он Назарей. Понимаете, да? То есть, буква свидетельствует по-своему. И мы иногда, когда читаем буквы, мы не можем понять, как, 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 что. На самом-то деле, все, что нам нужно. И это Бог такой. Слава Бога, да? Прятать тайну. Да, да. Скрывать эту тайну. На слава царей исследовать. И Он поставил нас царями именно для этого, чтобы исследовали. Чтобы поняли, что Писание свидетельствует о Нем. И пришли к Нему. И получили Дух. И получили жизнь. Чтобы велись и следовали за Духом. Чтобы Он уже нам объяснял и показывал, а не мы читали эти противоречия в Писании. Чтобы Он открывал нам. И для нас это правильно. И парадокс в чем? Иногда Дух Святой может противоречивые, точно так же, как в Писании, вещи. Противоречивые вещи друг другу говорить. Открывать, да. Да. У меня откровения одни. У Отца Сергия абсолютно другие. А знаете что? Мы можем спорить друг с другом. Но это правильно. Потому что это правильно для тебя. Именно сейчас, именно в данный момент. Для твоего возрастания. Понимаете? Иногда я своему младшему сыну говорю, да, ему там два с половиной года. Не лезь в крозетки. И это правильно. Понимаете, да? Он чуть-чуть подвзрослеет. Я ему скажу, включи мне лампу. И это тоже правильно. Но если мы отказываемся от контекста, от Духа, от сути вещей, и берем только вот это, это просто два противоречия. И мы путаемся. И мы путаемся. Так, проходите, да. На наше понимание, на наше понимание. На наши понятия. На все совпаде, на пятый этаж. А все, что нам нужно на самом-то деле. Последовать. спокойненько последовать и это для нас, понимаете, будет правильно не великие знать, великие откровения не понимать все тайны, да? а позволить Ему вливать любовь в сердце наше позволить Ему открывать нам Христа не самому пытаться что-то сделать все, что мы можем сами сделать это понять, что я нуждаюсь в Спасителя и это не от меня уже я не могу Его сам открыть то есть родиться я не могу сам свыше ни от каких чувств, никаких желаний никаких стремлений это невозможно но я могу довериться Ему позволить Ему это со мной сотворить и понимая, что это Он хочет сделать я расслабляюсь в этом доверяю и в этом доверии я дальше следую по жизни в принципе дальше идут откровения, знания, чудеса, понимание все остальное но генерально ничего не меняется я просто следую за голосом любимого я дал ему руку, он говорит, пошли я говорю, хорошо не моя задача, куда понимаете, да? я говорю, хорошо, любимый пусть это будет сюрпризом, куда мы придем у нас, да, куда мы идем что там будет как мне одеться да это не моя задача вообще он позаботится и оденет меня, как он считает нужным это не мое не от меня вот эти парадоксы иногда логики мы говорим Бог Всевогущий, правда? мы говорим Он мой Господь а ведем себя словно нет, мне нужно одеться мне нужно прихорошиться мне нужно осветиться мне нужно что-то сделать мне нужно Его понять да мне отдаться Ему нужно и все и одна история когда когда меня меня просто освободило святой Антоний был такой католический святой вот католический, правильно? ну да, да еще после разделения церкви смотри какой Антоний патуанский? да, патуанский католический католический вот история с ним такая произошла что он задался себе да, мыслью понять суть Троицы вот как это, что это как это, три личности и это одно целое и это одна и как и он молится Бог открой мне Бог объясни мне Бог, ну как это я хочу это понять и он там один день молится второй, третий не знаю сколько времени и тут идет по берегу океана вот идет себе тоже в молитве и видит там девочка вырыла ямку в песке и берет так ведерком эту воду да и выливает в песок ну берет да, с океана черпает и выливает туда и он так подходит к ней интересует а она этим занята очень серьезно вот он спрашивает слушай девочки что ты делаешь говорит я хочу океан сюда перелить он смотрит на нее да говорит сейчас девочка у тебя проблема нам нужно место побольше да во имя Иисуса да это здорово он говорит девочка девочка это же невозможно то что ты делаешь да она оборачивается к нему и говорит а как же ты безумный пытаешься понять безграничного бога своим ограниченным умом да еще и три единого и исчезла девочка я вот как услышал эту историю мой мозг тоже такой стоп так это просто невозможно все мои концепции без личностного что-то невозможны и они не нужны меня это настолько освободило мне настолько да стало уютно в моем незнании непонимании в том что он больше моих представлений и мне настолько стало с этим хорошо что я радуюсь говорю удивляй меня папа будь проще и бог тебе потянется просто пусть это будет сюрпризом куда мы идем не важно мне знать наперед мне не важно пошли да пошли и я наслаждаюсь этим процессом каждый день своей жизни просто самим путем и вот 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 эти отношения как раз да отношение мое к нему вот это вот это оно же не само по себе это даже я вам рассказываю да это никакая концепция вы сами себя это не воспроизведете потому что это он так ко мне относится это он влюбился в меня в результате чем больше это это вижу это же любовь начинает жить во мне и я не могу по ну то есть мой ответ уже не от меня понимаете парадокс просто я даже от себя не могу ему что-то предложить да ответить да мой ответ господу да это его любовь во мне его любовь это он же и даже вот это вот эта концепция я немножко знаете так отдать жизнь господу правда я ну подождите у нас нету жизни мы мертвы в грехах наших мы не можем ему даже жизнь отдать что мы можем предложить понимаете это не от нас мы рабы но он дарит нам свободу и теперь эту свободу мы отдаем ему это он дарит наша задача все что мы можем принять от него жизнь понимаете не свою дарить не свою любовь пытаться воспроизвести а принять эту позволить духу святому да вылить любовь в наши сердца чтобы оно открылось у нас понимание как бог меня любит насколько я возлюблен и это вау это крушит голову я как маленькая просто девочка влюбилась в него без ума и нету больше меня в этом есть просто любовь которая действительно я не знаю он меня с потрохами купил нету больше моих каких-то моей любви моих попыток что-то сделать это все он он все во всем и вот в этом в этом внутреннем я начинаю познавать его величие понимаете о чем говорю но если вы это вот возьмете как концепцию что он велик это не понимаете это не освободит вас а поработит вас наоборот еще больше отдалит от него просто он я могу свидетельствовать как и писание все да я просто живое писание которое свидетельствует о нем придите к нему и получите эту жизнь он живет во мне и дает ее да он хочет жить в вас как я могу вас любить точно так же как я возлюблен правда а это опыт это переживание это не ментальная какая-то концепция моего ума это не что-то такое вот бог любит теперь я должен я ничего не должен я не могу это своими усилиями первый путь к разочарования пытаться служить богу своими усилиями своими деяниями четко написано он что нищий то есть этими вещами я выставляю его нищим понимаете или подражать ему да я не в состоянии это делать я могу отдаться отдаться ему и все а дальше жизнь закрутилась и я тот кто я есть в нем в том который есть это не от меня это не от моих родителей это не от знаний каких-то знания могут помочь мне как свидетельство слушай есть нечто больше в Боге вау папа в тебе есть что-то больше есть вот такие вещи родной мой понимаете я тут слышу но тут же взяв это я отворачиваюсь и открываю свое сердце еще больше именно к отношениям то есть если я услышал что ну да у меня ну грубо говоря да у нас с женой какие-то натянутые отношения я услышал где-то что а можно сделать так идея я тут же начинаю правильно это делать а не тешить себя тем что можно нет это сразу выливается то есть оно практично эти отношения они живые вот мы мы очень часто путаем вот я вот катался вот этих две недели суммы там не запорожская да область Днепр и самое большое парадоксальное что начинали понимать пастора это разница между концепцией Бога и Богом между тем какой у нас фундамент да все говорят мы строим на надежном фундаменте на слове правда а давайте не подменивать понятие кто такое слово на чем мы строим на реальном доверии к нему или мы обкладываемся какими-то словами да чтобы себя обезопасить и думая что мы на чем-то стоим понимаете разницу эти слова свидетельствуют о живых отношениях все что мы да из писания все оно правильно оно полудухновенно и поэтому оно и свидетельствует о боль оно входит в меня да я слышу вера от слышания понимаете да но вопрос в чем тут есть два понятия видеть и слышать и теперь смотрите да вера от слышания да но кто поверит и взыщет я приду и покажу и приходит виденье понимаете и открою великое и вот вот тут понимаете да то есть от слышания и вот наше слышание это просто слова да мы услышали слова давайте подумаем да вот вот что значит Бог смертью воскресением Иисуса Христа сказал я тебя люблю поступком он сказал и наша задача не видеть поступок а услышать того кто говорит услышать слово и пойти за словом и в результате откроется это не видение наше точно так же как Бог говорит слово да это не слышание ушами имейте уши да услышьте и тут слушание и слышание разные понятия Иисус четко это объяснял услышать это осознать понять прийти к этому то есть семя оно сеется правда и услышать это принять в себя принять внутрь и когда оно разрастет мы увидим и ученики говорят как это теперь ты говорил все притчами но теперь ты говоришь явно и мы четко знаем в конце перед смертью Иисуса и мы видим что ты помазанник Божий что ты все знал наперед поверили наконец то есть мы видим поверили наконец а веру отслышали до этого вы слышали 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 слушали да поверили и начали и начали видеть да мы верой не видением живем это правда но видение это следствие веры точно так же мы живем не чувствами но чувства это следствие любви это одно из проявлений и я не могу сказать то есть я не могу разделять да ученики вот это пытались сделать вот Иаков да и Петр насчет дела и вера дела и вера тут Павел точно так же то есть он вера но родные дела это просто следствие веры вот точно так же как мои слова это следствие того кто я есть что я подумал что я хочу вам донести оно неразрывно от меня и оно естественно парадокс мы судим по словам а не по личности вот в чем то есть Бог хочет изменить личность которая будет уже говорить другие слова но она будет говорить она будет действовать это ну просто фокус не на этом результатом познания добра и зла есть суждение по делам а Бог судит сердце намерение сердца и иногда парадоксально вот это добро и зло там по нашему понятию даже у нас извращено просто все мы судим о Боге из понятия изнутри понятия добра и зла а единственный способ понять его изнутри жизни мы выставляем Бога как личность он такой он хороший он благ он все понимаете это все суждение добра и зла но оно такое же смертоносное то есть это один корень есть добро и есть зло если я делаю добро сам по себе мне в принципе Бог не нужен я сам в своих глазах хороший я сам могу судить о добре и зле я сам могу все понять что я Адам делал перед Богом я теперь сам понимаю я в своих глазах чист и теперь вот это вот это вот это чертит не змей змей искусил там уже змеи не было когда Бог с Адамом общался змея не было когда Адам понял что он нах это его глаза уже ему сказали и если мы хоть чуть-чуть отойдем от этой концепции добра и зла и начнем с того что с Адамом что первое действие греха это понимание что мне что-то не хватает мне нужно больше Бога мне не хватает духовного возрастления мне не хватает денег мне не хватает помазания мне не хватает ума мне не хватает красоты мне хоть чего-то не хватает мне не хватает отношений в семье мне хоть что-то не хватает я в чем-то нах Ах, мне нужно это прикрыть, в результате выставить что-то другое, красивее, где я буду, да, вот, 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 тут я хороший, а тут, нет, ты сюда не смотри, Бог, тут это я прячу от тебя, а сам тихонько молюсь, Боже, измени это. Парадоксально, вместо того, чтобы выставить и перестать, перестать мучиться, попуститься в каком-то своем духовном росте, и чтобы мои уже глюки не мешали, не стояли между мной и Богом, чтобы не было понятия, да, нехватки, да, оно есть, но это не важно, мне оно не мешает, и Богу не мешает, Богу никогда грех не мешал. Он предлагал Адаму два раза, говорит, ну, ну, признай, ну, где ты, да, кто тебе сказал? Ну, признай же, вот, сейчас, и все сметется с тебя. Нет, давай так, черта. И вот это, вот, 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 вот это, вот это сознание до сих пор в нас, и мы с этим ничего не можем сделать. И я это объясняю не для того, чтобы мы сами как-то что-то делали, а для того, чтобы еще больше отдались Ему. И еще больше поняли, что это Он может совершить, это Ему это не мешает, все мои грехи, похоти, вещи, все, 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 что хорошо и плохо. Ему не мешает меня любить и быть со мной, и открываться, и изливать свою любовь на меня вне этого всего. Понимаете? В результате Он просто выливает любовь, и я, я ее принимаю, я, я, все, все, все остальное мимо просто становится, да? Уходит во тьму внешнюю, а из сердца начинает свет светиться. Он это делает, Духом Святым, но не как и я, своими усилиями, своими вещами, своими понятиями. Вот парадоксально. Плоть, она есть плоть. Она не лечится, она неисправима просто. Как бы мы ни пытались. Она на любом уровне, понимаете, можно упасть. Неважно, ты имеешь там все тайны, знаешь, или ты только начал, да? То есть нету разницы на самом-то деле. Переключиться на плоть можно всегда. Понимаете? Будучи абсолютно чистым, абсолютно святым, абсолютно праведным, дереву остается познание добра и зла в саду. Бог его не искореняет, нет. Он дальше говорит, не кушай. И мы, 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 не важно на каком уровне, мы в одинаковом состоянии. Наша падшесть, она пытается, да, вот, вот стоять в Боге, стоять в вере, что-то делать, что-то, что-то это, да? Не понимая, что вот эта твердость нашего основания, это не стояние на земле. Это серфить по волнах. Вообще, это совсем другое. Залогом нашего, да, успешного серфинья, да, стояния на доске, это наша гибкость, а не вот вот твердость. Все по-другому в Царстве Божьем. Это я просто как прообраз, родные, чтобы максимум позволили Духу Святому не держаться на свои какие-то концепции, а максимум просто, просто отдаться Ему. Пойти еще дальше за Ним. Он поведет, это от Его. Я даже вот историю христианства так смотрю, родные, честно. Знаете, оно развивается, понятие, да, Божьей благости, оно как бы развивается на самом-то деле. И как ни крути, да, Церковь, она взрослеет. Понимаете? И нельзя сказать, что вначале Церковь была более взрослой, чем сейчас. Нельзя. Она до сих пор взрослеет, она до сих пор есть понимание, да, оно открывается. Христос еще больше, 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 больше открывается. Нету зафиксированного. Вот он вознесся и точках. Нету такого. Дальше после Вознесения, Откровение Петру, и он идет в дом Корнилия, что противозаконно. Понимаете? И оно, и это Откровение, меняет все представление христианства. Потом апостолы сели, рассудили, поняли, это Бог. Понимаете, да? Он не гнушается, чем мы будем гнушаться. И изменили свою теологию, в принципе. Понимаете, да? Откровение Иоанна. То же самое. Вот эта книга, которая просто до сих пор не понята. До сих пор она как-то особняком держится. Но она включена. Она, понимаете, вне какого-то. Вот просто из-за того, что это Иоанн. И мы знаем, что он был с Богом. Лишь потому, что она там. Слушайте, а что, дальше Откровений не было? Ну ладно, мы им хорошо. Там, Средневековье, такой процесс, где там все эти Откровения, да, все эти вещи, все какие-то, ну, понимаете, вместе с колдунами, да, вот, шли. То есть такой, 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 юношеский, да, не знаю, вот, бунт. Вот только так и все. Вот, хорошо. Берем Мартина Лютера, правильно? Это ж не то, что там. Это дальше идем, понимаете, да? Оставляем прежние и идем дальше. Вот, дальше, что там еще? Баптистское движение, да? Пятисятническое движение, да? Опять сошествие Духа Святого. Опять, 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 опять. И дальше идем. И дальше взрослеем. Харизматическое движение. И еще дальше идем. Наша задача еще дальше идти, родные. Дальше за Духом. Чтобы это еще больше взрослело и развивалось. И вот этот же Дух, и вот та же Церковь, которую любит Иисус, отдал за нее свою жизнь и готовит ее. А да, знаете, на чем динаминации останавливались на самом-то деле? Вот я четко, знаете, я не знаю, я могу ошибаться, это правда, но вот так, знаете, почему-то оно так красным светится. Шли, 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 только Господь, только Дух Святой, только любовь, только благодать, да, после этого мы должны что-то делать. И это мы должны что-то делать, останавливало все движение. Оно консервировало его, да, и в результате, не важно что, мы должны там проповедовать. Мы должны освящаться, мы должны исцелять, мы должны, ну, только вот пару дней назад имел общение с одним, ну, он практик исцеления, да, и вот парадоксально, я специально имен не буду говорить, да, парадоксально, говорит, залог исцеления в том, что человек должен понять, что это не от его усилий, а от Бога. В результате открывает свое сердце, потому что снимается самоправедность, снимается вот этот момент, да, что он что-то заслужил, или он как-то недостойный. Снимается эта вот самость, да, вот этого человека, который как раз и преграждает, и он исцеляется. Вот. Ну, и, а параллельно с этим, нет, ну, мы должны воевать, мы должны пленять всякое помышление, мы должны, мы должны, мы должны, мы должны проповедовать, мы должны, и тут куча мы должны. Я говорю, слушай, а если ты параллель проведешь вот с этим, что ты принимаешь исцеление не тем, что ты делаешь, а тем, что это от Бога, и не вне твоих усилий, а может тут точно так же? А может преображение ума, это тоже не твои усилия, а Божья благодать? Это не задача твоя фокусироваться, да, на Христе, а задача мира Божьего, хранить твое сердце и разум во Христе. Все, что ты можешь открывать свои нужды Богу, а не пытаться, все, что на самом-то деле, да, парадокс, и мы на воле, что, не знаю, мне помогло в отношениях с Богом, да, мне стало уютно с моими же глюками перед Богом. Понимаете? Когда у меня в голове, там, не знаю, голая женщина, я не воюю с этим, я говорю, смотри Бог, что у меня в голове. И через 30 секунд, с фокуса на вот это, я не пытаюсь думать, я не пытаюсь анализировать, это плохо, хорошо, что я этим предаю свою жену, что это, это, это может развиваться и дальше захватить, чем больше я об этом думаю, тем больше я ему даю возможность развиваться. Понимаете? Я люблю это или ненавижу это, мой фокус на нем, и оно побеждает. Вместо этого, ровно через 30 секунд, понимаете, я восхищен величием Бога, что это его не соблазняет во мне, да, и меня не соблазняет. И он настолько велик, вот что, что это, ему нипочем, и вот это величие просто меня захватывает. И все. Я уже не помню, что было там 5 минут, я хожу, Господь, какой ты классный, какой ты великий, какой все. Это не моя задача воевать. Война, она Божья. И все, что мы можем, на самом-то деле, вот попуститься, вот с этим, все, что нам надо делать, да, своими усилиями, позволить это Богу совершить с нами. В том числе, великое поручение. Вместо того, чтобы идти и делать, перевести это в пассивную форму, чтобы это делалось в моей жизни. А я просто ходил за хлебом. Понимаете? Оно пассивно, я занимаюсь чем? Люблю свою жену, да, позволяю этой любви просто вырываться. Люблю продавщицу, люблю бабушку там по дороге. Оно просто, просто любится. Я этому отдаюсь. И пассивно все поручение, да, со мной начинает происходить. Ну, парадоксально, действительно. Он исполнил закон, правда, вместо меня. Он исполнил все заповеди вместо меня. Мы все говорим, да, закон свят и так далее. Первая заповедь, покажите мне хоть одного, кто это исполнил. Возлюби всем сердцем, всем разумением, всей крепостью твоей. Правда? Как это исполнить? Это невозможно. Но вот та любовь, которой был Иисус, она-то как раз вот-вот, вот-вот она. Вот она такая. И это вливается в меня. И она исполняет эту заповедь пассивно. Что все мое разумение, все мое естество просто благословляет и вауу. И это выливается в мою душу. И я потихонечку, потихонечку схожу с ума о Христе. Становлюсь одержимым Богом. Правда? Парадоксально. Ну так есть. И вот если мы понимаем все-все это, что Он это пассивно в нашей жизни исполнил, что Его, Он дарил мне свою праведность, и эта праведность, да, становится моею, что греха нету в Боге, в принципе. И если я всецело в Боге, это мимо. Мне не важен уже грех. Мне не важно, больше, меньше, да, больше мимо Бога или меньше мимо Бога. Да оно мимо, и все. У меня есть чем заниматься. Вместо того, чтобы думать о грехе, я думаю о праведности. Исследую праведность. Вот это перед моими глазами, а не что-то иное. Если что-то иное, все равно я думаю о праведности, и это не мешает мне. Это иное? Не мешает Богу и не мешает мне? Это Он великий. Это Он классный. Это Он. И все это говорю лишь для того, чтобы ваше сердце возрадовалось, еще больше открылось Богу, и вы сказали вау. Чтобы Он в вашей жизни стал еще больше. Чтобы Он в вашей жизни стал еще ближе. Ближе, еще величественней. Чтобы Жене пришлось взывать. А просто папа даст. Понимаете, уже вот этот контакт близкий был. А недалекий, что-то там. Мы сами по себе на самом-то деле не можем ничего. И с этим нам должно быть нормально. Понимаете? Мы такие. Мы слышим голос и ему верим. Все. И честно вам скажу. После, не знаю, тысяч исцелений. Может больше десяти, наверное. Тысяч исцеленных людей. Голос дальше звучит. Это все фигня. Это все глупости. Это случайность там. Ему просто легче стало. И не важны факты, что я вижу своими глазами. Я все равно, если я поведусь, я поверю этому голосу. Понимаете? Ему невозможно не верить. И его просто возможно не слушать. А слушать другой голос, который говорит. Сынок, я люблю тебя. Родной ему. Любимый. И этому голосу тоже, родные, невозможно не верить. Вот в чем прикол. Мы так думаем. Мне нужно поверить. Мне нужно поверить. Так это свойство его. Чем больше слушаешь, ты не можешь не верить. Это формирует твое сознание, твой мир. Пассивно. Мы не в состоянии влиять на наше сердце. Мы можем взять его и стоять перед ним. Понимаете? Открывать его перед ним. А он уже дальше действует. А он уже дальше. Через разум, через чувства, через нас. Нашу душу, через какие-то вещи. И напрямую, и так. Со всех сторон просто. Делать его новым. По-настоящему новым. А дальше следует за сердцем. Как говорят. Действительно, Бог должен жить в сердце. И я согласен с этим. Понимаете? Я реально согласен, что он должен быть в сердце. Просто я объясняю некоторым людям, которые так говорят, что это значит. Все. Я даже не воюю с этими понятиями. Как и не воюю с грехами. С людьми не воюю. С дьяволом не воюю. Ни с чем не воюю. И вот этому человеку, к сожалению, тяжело было понять. Очень тяжело было понять. Как так не воевать? Как так расслабиться? Как так? Если ты вверился, война заканчивается. Твоя вера это не стояние в чем-то. Твоя вера это сон во время бури. Крепкий, крепкий сон. Когда ты четко понимаешь, кто ты, что ты. И это влито в твое сердце. И ты в этом спишь. Покоишься с миром. И все. С головой нырнуть в царство. А не где-то там одной ногой. Где-то там ухо прислонять как-то к греху. К дьяволу. Так поэтому ухо и получать будешь. Родные мои. Мир в вашем сердце. Спасибо Иисус. Дух Святой еще больше вливай любовь в их сердца. Пусть реальность Бога становится больше, 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 еще больше. И сегодня пусть они выйдут другими людьми. Пусть это чудо свершится в их жизни. Пусть они последуют. Выйдя отсюда, они уже не пойдут сами. Они просто возьмутся за ручку и будут наслаждаться этим процессом. Больше не будут, не будет самости. Больше не надо думать, что мне делать и принимать решения. Теперь есть у кого спросить. Теперь Иисус здесь рядом. Он моя надежда. Надежда славы. Надежда, что все хорошо будет. Он во мне. И мы одно целое. И мне не нужно реагировать. Мне не нужно, ой, какая тяжелая ситуация. Мне нужно Иисус. А что тут происходит? Мне не нужно свои глаза, свои уши, свой ум самому воспринимать. Нет. Пусть он полностью станет моим фильтром. Он полностью станет. Пусть я не буду контактировать с этой реальностью. Я буду с ним контактировать. Пусть он с реальностью уже. И как только я забираю свои руки, свои уши, свои глаза с этой реальности, перевожу на царство, дальше я и начинаю действовать из этой реальности. Я не контактирую уже, не только не воспринимаю ничего с этого мира, да? Я и не могу ничего дать с этого мира. Я могу сказать, да, дьявол, поставь его. Болезнь вон пошла. Но это Иисус контактирует с этой реальностью. Они не меня видят. Они видят Его. Я могу вот так сделать, но простирает руку Иисус. А там всем хавайся. Там не мои усилия, понимаете? Я полностью сокрыт. Я не могу камень своими усилиями. Я могу сесть в бульдозер и нажать на рычажок. И все, я не контактирую с камнем. И эта работа, эти дела по совсем другим принципам. По совсем другим понятиям. Совсем в другой реальности. И наша самая большая ошибка, мы чуть-чуть вырываем вот с этого, примешиваем своего и пытаемся что-то сделать. вместо того, чтобы вот взяли что-то с этого, и в этом не отдались, в это и нырнули. В царстве Божьем нету исцеления, родные. Нету. Они там не нужны. Там болезней нет. Понимаете? Исцеление только на границе царства, чтобы являть тьме это царство. Да, контакт с царством Божьим. Контакт той реальности, где нету болезней, приходит в ту реальность, где есть болезни. Но если я тут, в моей реальности болезней нет, я не могу болеть. Я не могу опечалиться, я взгрустнуть не могу. Мне с этим воевать не надо. Это Бог утирает слезы. Прежде даже, чем она возникла. Мы имеем заблаговременную помощь. Они, ой, произошло, я уже отреагировал, я уже в этом, и теперь мне нужна помощь Бога, потому что я погряз уже в этом. Так мне нужна помощь Бога, как только я начинаю видеть, чтобы его спросить, что происходит. Понимаете? И сколько раз такие вещи у нас дома даже происходили. А дети, 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 что это? Вот это, начиная от того, что он скатился с постели, у нас такая, ну, кровать была большая, упал грудной ребеночек. Жена, что там случилось? Ничего. Он просто замерз. Она берет его. А он реально холодный такой. Да? Он не потому, что упал, там что-то сломал, или что-то еще, да, плачет. А потому, что замерз. Это Иисус говорил. И это правда. Или когда там прижали пальцы, да, вот-вот вывернулось там в другую сторону. Иисус, что делать? А не... Ты положи руку. Чики, все, пальцы в норму. Мне нужна его реакция, да? Теперь оно уже автоматом. Но это так сладко было в начале этого процесса, да, спрашивать у Иисуса. Еще один контакт, еще один момент, еще один. Вместо того, чтобы думать своими мозгами. А он формирует мою реальность. Он формирует мою мозг. Вместо пост, еще раз говорю, я уже заканчиваю. Вместо того, чтобы пост, ну, когда уже все случилось, когда уже оно вошло в меня. Когда, о, Боже, я уже сам знаю, что это плохо. Понимаете, да? Я уже сам знаю, что что-то нужно делать. Теперь я говорю, Иисус, делай то, что я знаю, что нужно делать. Мои молитвы в основном, правда? Я уже знаю, мне для этого он не нужен. Я сам знаю. Мне нужен он, когда я хочу и как я хочу. Понимаете? А у нас, вот, нет, Иисус по милости-то отвечает иногда, но это 50 на 50. Поскольку оно, наше сердце уже, оно ожесточено, оно уже показывает нашу веру. Нет. Пусть ваш мозг будет детским. Вот как дети. Почему кто не будет, как дети, да не сможет войти в Царство Божье? Потому что слишком умный, слишком взрослый, слишком знающий, что нужно делать. Но если ты сам знаешь, то делай. Правда? Ну, серьезно. Я так своим сыном точно так же, как отец со мной. И еще один парадокс. Очень много, в последнее время очень много слышу, да, этот момент. Что я по своих детях познаю Отца. Бог. Вот видя, как мои дети, вот это, вот это, я понимаю, что Бог точно так же со мной. Давайте помыслим чуть-чуть. А не кажется ли нам, что это чуть-чуть дико извращенный? Поэтому, да, по прообразах смотреть на настоящее. А может нам следовало бы наоборот? Относиться к нашим детям, как Бог к нам относится. А это реально, чтобы было бы реальней. Чтобы как отец реально ко мне относится. Это же перекладывалось на детей. А может это показывает мне, что я его на самом-то деле не знаю. И я в плачевном состоянии, когда я по них что-то понимаю об Отце. Но на самом-то деле об Отце можно познать только через Иисуса Христа. Он не понимаем, не познаваем через творение. Это прообраз ли это тень? Но по тени меня не увидишь. Чем больше исследуешь тень, тем дальше ты от настоящего. Парадоксально. Потому что чем больше ты изучил тень, тем тебе тяжелее познать настоящее. Чем больше ты увидишь формой плоского, тем реальность, да, тем меня. Меньше всего узнаешь. Понимаете? У нас есть на кого смотреть. У нас есть у кого учиться. У нас есть у кого познавать. И пусть действительно Дух Святой сделает чудо в вашем сердце. Пусть это будет посеяно и прорастет. Что вы больше никогда не могли быть прежним. И это не от вас. Даже не от того, что вы услышали хорошую проповедь. А от того, что посеялось в ваше сердце и произросло в нем. Родные, будьте благословенны. И пусть мир и радость возрастает и возрастает, возрастает от познания. Все возрастающего познания Господа Иисуса Христа. Станьте одержимыми миром, радостью и праведностью Господней. Глаз. Аминь. 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 Спасибо. Садись. Весен, председатель. Весен, я. Вы знаете, друзья, хороший пример. В начале Кросскифа привел такой с девочкой. Я давно читал уже это. Когда идет богослов, богословствует, философствует. Он долго размышлял над Тайной Троицей, о бытии Бога, размышлял. Некоторые приписывают это Афанасию Великому, некоторые говорят Антоний, тот древний, некоторые Антоний Падуанский. Ну, видимо, я так понимаю, что это не один раз было в истории, потому что в разных житиях, и западных, и восточных, встречаю примерно похожую, чуть с небольшой разницей эту историю. Но на меня очень тоже помнится хорошо, именно как принцип, помнится как именно великое откровение о Боге. Потому что, если это братья Афанасия, то он размышлял там, Бог, он единая личность, или двуедина, или триедина. Ну, в те времена, если братья 4 век, там были споры богословские. Даже люди настолько спорили между собой, что там даже и друг другу, ну, даже на соборе, ну, так, грубо говоря, ну, морду били. Или по-славянски, как заушали.